Всех приветствует А.Твертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайта ixbt.com Сегодня у нас очень интересный и актуальный вопрос Зачем нужна вот такая вот сетка на двери микроволновки? И почему ее категорически нельзя снимать или трогать? Мы привыкли, что микроволновка безопасна У нас есть отдельное видео на нашем канале, когда мы с помощью этого чудо-прибора изучали И испытывали, есть ли излучение от наших микроволновых печей Смотрите на нашем канале по-любому Привыкли, что микроволновка безопасна А еще мы привыкли не обращать внимания вот на такую вот сетку в ее двери Ну все, за сеткой что-то видно, зачем сетку сделали Сперва вопрос как бы задается, а потом он и забывается И совсем немногие знают, зачем она нужна И почему ее, вот эту вот сетку, строго запрещено что-то с ней делать Снимать и так далее и тому подобное Итак, давайте будем разбираться с этим важным и ответственным вопросом Зачем нужна сетка на двери микроволновки? И почему ее категорически нельзя снимать? Итак, напомню принцип работы микроволновки В данной чудо-печке в отдельном месте у нас стоит магнетрон Который вырабатывает сверхвысокие частоты Или СВЧ 2,4 ГГц, как вы знаете Вот эти 2,4 как раз нам мешают работе наших роутеров Гаджеты и так далее Итак, 2,4 ГГц Заводится все вот это вот в самой печке Излучение идет через слюдяную такую прокладочку интересную И, соответственно, бутерброд поглощает это СВЧ излучение И молекулы воды приходят в движение очень интенсивно И, соответственно, идет разогрев продукта Вот как-то так Но вот это вот излучение 2,4 ГГц Очень опасно для нашего здоровья Особенно для наших клеток У нас же тоже вода есть И так далее Но почему-то имеется у нас такая вот сеточка на дверях Многие задают вопрос А почему здесь сеточка? Волны же будут проходить и так далее Через стекло они проходят, проходят И через сетку должны проходить Почему они не проходят? Как раз мы будем выяснять это дело Сетка предназначена для того, чтобы оградить нас от вредного микроволнового излучения А дырочки у нас имеются определенного диаметра Не более, можно менее, но не более, так сказать, определенных размеров Как вы могли заметить По другим микроволновкам Везде сеточка, в принципе, диаметр вот этих вот отверстий одинаков Зато можно поглядеть через эти дырки Можно поглядеть, как чувствует себя наш бутерброд По-любому А почему именно стоит вот такая сетка? Как раз вот этот вопрос мы и сейчас будем вам про него Именно про свойства Почему же вот эти вот дырочки не пропускают микроволновое излучение Мы как раз вам сейчас и расскажем Итак, дверь На двери у нас есть сетка И еще по периметру нашей двери находятся Или специальные резиновые Ну, это якобы оно резиновое На самом деле не резиновое Там у нас силикон применяется И ферроматериалы, которые поглощают излучение вот этого Прокладка такая вот По периметру проходит Ну и сетка Почему именно сетка? Ну, это чтобы было видно Во-первых, диаметр отверстия там небольшой Чтобы можно было наблюдать самочувствие нашего бутерброда Почему излучение не проходит через эту сетку? Следующая Длина волны 2,4 ГГц Гораздо больше, чем длина Или, будем говорить так, диаметр данного отверстия И, соответственно, вот это вот отверстие Одно отверстие Или, ну, можно сказать, все отверстия Служат как бы дросселем То есть возникает стоячая волна И, соответственно, стоячая волна не пропускает дальнейшее излучение, так сказать, дальше вот этого отверстия Это уже физика пошла Дросселирование идет Дросселирование – это задержка, будем говорить так И, соответственно, излучение дальше вот этого отверстия не проникает Потому что ей не хватает размера на слишком большая Слишком большая длина волны По отношению к этому отверстию И, соответственно, эффект дросселирования Волны подходят и переотражаются От вот этой вот сетки И, соответственно, они выходят за пределы рабочей камеры Если честно Совать нос к этому стеклу В принципе, не надо Заглядывать туда очень сильно Прямо вот прикладывая, так сказать, свой глаз к этому стеклу Тоже не надо Это ерунда, если честно Мы с помощью нашего супер-пупер-приемника Малахит ДСП Это у меня первая версия Мы изучали, есть ли излучение Совершенно нет Прикладывали антенну и так далее Ничего, наш прибор не показывает Никакого вредного именно излучения Соответственно, вот эта вот прокладка бывает Это с содержанием ферритов Поглощающих ВЧ-излучение Бывает прокладок таких нет Просто есть такой маленький И маленькая ложбинка, изгиб такой Она тоже коррелируется с длиной волны И, соответственно, вот эта вот По периметру вот эта вот ложбинка Она служит как дроссель То есть задерживает излучение Так что вот такое дело Скажу следующее При обслуживании или чистке микроволновой печи Не применяйте химических каких-то продуктов Мощных там щелочей Для очистки вот этой дверки Просто влажной тряпочкой С моющим средством чуть-чуть попротирайте Не более, не менее Соответственно, по периметру То же самое обслуживание Протирайте, чтобы было все чистое И опрятное Внутри камеры то же самое Частоту надо наводить Чтобы не было стоячих волн и так далее Следующее, скажу Наши Наши микроволновки Нежелательно включать Когда внутри ничего нет Если у вас находится маленький какой-то бутербродик Или что-то массипусенькое Ну поставьте рядом еще стакан с водой Чтобы не возникало стоячих волн Чтобы не было, так сказать, перенагрева стенок камеры И так далее Потому что это радиоволны 2,4 ГГц имеют хорошую большую мощность И когда у нас нету в камере поглощающих материалов Соответственно, могут возникать максимумы Минимумы излучения стоячей волны И идет определенный перегрев Это именно от нашего канала Важная-важная техническая информация Ну и по окончании нашего видео скажу следующее Все-таки вот это микроволновое излучение Это опасная вещь Даже наши роутеры Бывают теряют связь Когда мы включаем Как вот у меня, например, на кухне роутер стоит IP-телевидение Когда я включаю микроволновочку У меня, так сказать, сбои идут 2,4 ГГц Блин, не знаю как Но почему-то вот все-таки Определенное какое-то влияние есть Скажу следующее Сетка на наших дверках Наших микроволновых печах Это правильная вещь Это физически правильная вещь Никакого излучения нет Мы можем посмотреть на самочувствие нашего бутерброда Не более и не менее Держите свои микроволновки в чистоте Порядке Не сдирайте эту сетку И если у вас по неожиданности Получилось все-таки содрать эту сеточку Обратитесь в мастерскую В домах быта Я думаю, этих сеток там у них навалом Потому что На ремонт сдают такие вот машинерии Так что замену вам найдут Если у вас есть дырка Большая какая-то, ободранная эта сетка Включать микроволновку категорически нельзя Ибо ВЧ-излучение плохо влияет на наше здоровье Делаем выводы, господа Бережем себя и обслуживаем правиле Наши микроволновые печи Удачи вам и здоровья Это канал Отвертка Канал Домашнего Мастера Надеюсь данная информация была вам полезна Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки Смотрите наши еженедельные стримы С нами будет интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!